скажи по-твоему что такое здоровое питание то сейчас существует множество таких диет как сыроедение мясоедение вегетарианство что как выбрать правильную систему диета мясоедение знаешь на самом деле у меня подход не совсем будет стандартен по отношению к тому как люди привыкли мыслить в плане еды да и в плане на самом деле многих других вещей потому что есть некое предположение у тех людей которые придумывают диету все равно кто-то изобретает же диету это либо традиционная диета либо вот кто-то придумал ему показалось что его метод питания будет полезен другим обычно такие люди имеют ввиду то что все люди примерно одинаковые что у нас одна рука две руки две ноги желудок травоядный желудок либо травоядный либо нетравоядный то есть вот такой подход когда предспозит что человек одинаковый на самом деле не совсем так человек на генетическом уровне да все человечество представляет собой один биологический вид однако на уровне мета на мета уровне на уровне более глубинном которые там выражаются например большей частью нашего днк которые названы мусорной да есть очень много тонких настроек которые отделяют одного человека от другого человека у каждого человека есть некий его личный сложившийся кармический внутренний глубинный опыт который скрыт в его там хрониках акаш и в его днк я же говорю об очень глубинных материях но это действительно важно это не связано с характером это не связано с характером это связано с тем как как человек питался до жизни которой он сейчас живет потому что есть люди старые души которые прошли очень большой опыт жизни на земле и они могли жить в традиционных местах в которых питание составляло собой например сугубо углеводную диету например они ели только фрукты есть другие души которые жили последние много жизней в местах где допустим в холодных местах в которых принято есть мясо север да а есть еще абсолютно большое большое количество абсолютно разных индивидуальных конфигураций человеческого человеческого опыта да на протяжении его жизней и этот опыт бессознательно в нас скрыт именно поэтому у людей абсолютно разные вкусовые пристрастия абсолютно разная их биологической структуре нужно абсолютно разное наше тело оно мне приходится углубляться дальше в метафизику потому что если не углубиться то мы опять скатимся на уровень хорошо плохо наше тело оно как я уже сказал определяется не только нашим нашими генами которые мы получаем от родителей но и тонкими настройками которые лежат внутри молекулы днк 99 процентов днк является так называемый мусорная днк вот эта часть днк она отвечает отвечает за то как будут как будет собственно говоря выглядеть и я каким будет человек помимо того что ему передается от биологических родителей и от как бы логической линии развития человеческого рода линейный линейного развития то есть это днк она идет как бы не от родителей да это днк идет через некие тонкие энергетические настройки до доказано что вокруг молекулы днк есть электромагнитное поле и через вот это полевое воздействие каждый человек получает огромное количество настроек атрибутов которые не присущи например его родителям которые присущи ему же поэтому хроника акаши так называемые то хроники акаши это достаточно древний термин а который обозначает некую энергетическую историю либо человечество либо конкретного человека она скрыта в нашем в нашем днк и поэтому все кем мы когда-либо были влияет на то какие мы сейчас именно поэтому невозможно человеку сказать тот сказать как ему правильно питаться потому что любая диета которая дается ему извне будет так или иначе работать против его естественного заточенного под определенный вид питания тела и это значит то что мы на самом деле будем вредить его здоровье его благополучия его когда вот в семьях вегетарианцев рождаются дети и просят мясо да ни с того ни с сего абсолютно точно и наоборот да и тот и другой стиль питания нормален если он идет изнутри человека здесь если говорить о вегетарианстве это очень сложная тема потому что когда в чеке просыпается такая логика сострадания то человек и многие люди становятся вегетарианцами по причине как бы ментального сочувствия или там чувственного сочувствия животным природе и иногда они отказываются от определенных продуктов из-за этих причин а не из-за причин что им не хочется или не не из-за естественных причин а из-за этических причин и очень часто бывает что это вредит их здоровью да у людей могут сыпаться зубы много может быть других проблем и здесь просто для вот этой ситуации нет какого-то однозначного ответа здесь очень важно проявить так называемую духовную мудрость да мы все на этой планете проживали разные этапы развития сознания и эта планета она в каком-то смысле помогает нам на разных этапах да и когда мы были первобытным обществом и поедали например да какие-то части этих первобытных общин употребляли в пищу мясо то это было уместно уместно дальше по мере развития человека человеку нужно все меньше и меньше еды в том числе и грубой еды такой как мясо да и это тоже естественно и чувствовать сострадание к природе также естественно как и понимать что на определенном культурах и для определенных людей употребление мяса также является нормальным поэтому морально-этическую сторону если мы применяем к ней духовную мудрость то мы начинаем понимать что уместно и так и так да просто что-то уместно там на более дальних этапах когда мы будем уже более развитыми что-то было уместно на более ранних этапах когда мы были вообще не развиты что касается того как питаться мне тебе или любому другому человеку на этот вопрос может ответить только сам человек если твой организм в течение многих жизней внутри хроники акаши питался какими-то специфическими продуктами и ты родился например в месте где этих продуктов в целом исторически быть не могло и твои родители их никогда не ели то у тебя все равно могут быть организм к ним подготовлены то есть настройка нашего питания вот этот базовый метаболический энергетический обмен когда мы взаимодействуем с живой природой он имеет гораздо больше тонких тонких атрибутов чем мы привыкли считать поэтому ни одна диета ни одна ни одна система питания не является более или менее правильной для и когда песок люди едят слушай когда песок люди едят во первых мне нужно это в человеку посмотреть а во вторых я полагаю что здесь здесь есть некая определенная девиация то есть определенное отклонение которое связано с чем-то другим но вот если мы говорим о базовых каких-то методах питания то если человек умеет слушать себя умеет слушать себя умеет разговаривать с своим организмом доказано то что как я уже говорил вокруг каждой молекулы днк из поля эти поля они взаимопересекаются во всем человеческом организме формируется в отличие альтернативная система контакта с телом человека который является отдельный по но не не отдельно а иной по отношению к нашему стандартному сознанию которая функционирует за счет мозга и эта система коммуникации внутри человека это то что кинезиологи пользуются мышечным тестом для того чтобы выявлять если в человеке определенные заболевания или да были блоки либо либо как к человеку этот конкретный продукт питания будет полезен или не полезен они на самом деле взаимодействуют вот этой генетической внутренней она наполовину духовная наполовину физическая система внутренней мудрости она завязана и на молекулы днк и на нашу душу которая также на самом деле стоит порождается и заключена в молекулах днк в этих и не физических слоях и в мусорной ее части так называемой таким образом уже не мусорно да на самом деле это логика настроек можем об этом потом с тобой подробнее поговорить и интересно интересно то что если человек как бы может до устанавливать с этим контакт тогда ему вообще не возникает вопрос что есть а если он не устанавливается этим с этим контакта эта система она человек оказывается просто в неосознанном состоянии и эта система она будет ему скорее мешать чем помогать потому что когда человек не установит с собой контакт он питается чем-то чем ему и вообще живет так как ему говорят другие люди и это очень редко находят стыкуется с другим как потом бывает и люди которые любят макдональдс и прям у них он как бы для их его организма он подходит любой любой фаспурт давай разделять форму и содержание да вот если спросить так бывают люди как для которых подходит диета содержащая допустим такое количество жирков белок белков и углеводов например хлеб и мясные котлеты да то тогда на этот ответ ответ да скорее всего есть люди для которых это уместно да но если говорить о конкретных конкретных некачественных продуктах питания некачественных не с точки зрения качества формального с точки зрения пищевой ценности и полезности для здоровья то нет вредные продукты питания нет такой диеты что есть вредный продукт для питания то есть ты все-таки считаешь что это вредно есть хлеб и котлеты нет я говорю о том что то как это делается в фастфуде обильно снабжает во-первых, качество самих продуктов, во-вторых, как это обильно снабжается различными добавками, это не является полезным. Но, сама суть, что, допустим, хлеб и котлеты, да, вполне вероятно, что для кого-то это будет уместно на определенном этапе развития способами питания. Я подчеркну, на определенном этапе развития. То есть, когда человек идет, развивается, он все меньше и меньше мяса ест. И да, и нет. И да, и нет. Смотри, вот пока система спит, она действует так, как она действует. Ты заложник одной системы, которую не осознаешь, и поэтому пробуешь много диет, а вось какая-то совпадет. Система ДНК, да. Ну, это система, давай так, это внутренняя мудрость, внутренний интеллект, который отличен от нашего сознания. Можно сказать, что это бессознательная система регуляции. Подсознание, да, можно сказать? Подсознание все-таки больше соотносит с функцией сознания, да, то есть, это некая глубинная часть сознания. Здесь же мы говорим все-таки либо о бессознательном, либо о неком альтернативном сознании тела. Я понимаю это так. Так вот, если мы если мы устанавливаем с ней контакт, то она приходит в движение, она начинает откликаться, да, и тогда по мере развития, разумеется, мы можем корректировать какие-то моменты, да. Мы можем, например, общаясь с ней, говорить о том, что мне бы хотелось меньше зависеть от мясных продуктов, да. Мне бы хотелось получать больше энергии от продуктов растительного происхождения. И система откликнется на это, она живая, это не косная система. Это не то, что ты пришел в этот мир с определенными настройками, да, вот это надо тебе есть, а это не надо тебе есть. И оно всегда так будет. Нет. Но если ты начинаешь эту коммуникацию, это общение, то процесс становится динамическим. Это как, знаешь, вот если мы не умеем пользоваться рукой, да, но вот просто в детстве не научились этими мышцами управлять, да, то она будет висеть и будет нам мешать. И нам будем как-то думать, как ее применить, как пиджак одеть, то есть это будет целое дело, да. Но когда мы учимся ей управлять, то она, разумеется, может как-то нам помогать, и она может быть динамичной, гибкой, изменяющейся. Точно так же и эта система. Очень много, знаешь, есть теорий о том, что люди, которые любят мясо или не любят мясо, это связано с группами крови, это связано с другими какими-то аспектами, это на самом деле правда. Но вот эти все атрибуты, которые группа крови или любые другие настройки или другие характеристики человека, являются просто косвенным выражением его энергетического, его энергетического опыта, который скрыт в нем. То есть это является внешним выражением того, какая история была у человека, когда он пришел в этот мир, с какой энергией он пришел. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok